Ледовый дворец Чебоксар-арена на несколько дней превратился в баскет-холл. Пятый и шестой тур и чемпионаты России по баскетболу в Суперлиге Б прошли именно там. Команда Чебоксарские ястребы принимала Екатеринбургскую команду Уралмаш. Соперник нашим баскетболистам, надо сказать, достался именитый. Уралмаш был создан более 50 лет назад. Из-за него играли известные мастера, например, знаменитый Сергей Белов. А в прошлом сезоне Уралмаш победил в Суперлиге в третьем дивизионе. Конечно, команда сразу завладела инициативой. Успешные действия в атаке и аккуратная защита вывели уралмашевцев вперед. У ястреба уже до пары до времени ничего не получалось. Первую и вторую четверти сопернику давалось практически все. Гости лидировали и порой разница в счете доходила до 7-10 очков. Лишь в концовке второй четверти ястребы смогли сравнять счет. С течейным результатом команды ушли на большой перерыв. Я пришел болеть, конечно, за чебоксарские ястребы, потому что это наша команда, родная команда. Это во-первых. Во-вторых, истории еще не было, чтобы такой высшей лиги, Суперлига номер два, играла наша баскетбольная команда Чувашской республики. После перерыва характер игры почти не изменился. Ястребы были в роли догоняющих. В середине третьего тайма уралмашевцы добились преимущества в 6 очков, а в его концовке даже увеличили. Оказалось, что судьба встречи решена. Четвертую четверть команды так и провели. Уралмаш лидировал, ястребы догоняли. За две минуты до окончания игры наступила трехочковая кульминация. Три подряд дальних броска, которые пришли точно в кольцо, вывели нашу команду вперед. Этот матч стал пятым в чемпионате и первым домашним нашей команды. Его удалось организовать на новой площадке. В мире принято стелить такие сборно-разборные паркеты, которые удобны для проведения любых соревнований. И для этого не требуется строить какой-то большой спортивный комплекс, а нужно использовать возможности спортивного комплекса, в частности Ледового дворца. Мы не останавливаемся на проведении баскетбольных игр. В декабре месяце мы собираемся провести еще и чемпионат России по рейтболу. После вчерашнего тура чебоксарские ястребы заняли первую строчку турнирной таблицы. Закрепится ли там наша команда, покажет сегодняшняя встреча. Татьяна Молкова, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика.